Всем привет! Сегодня поговорим о выдающемся человеке, который сменил одно искусство на другое – музыку на кулинарию. Настоящая слава пришла к Россини, когда в возрасте 18 лет, перебравшись в Венецию, он написал свою первую оперу – «Брачный вексель». Эта музыкальная комедия немедленно стала хитом, и внезапно Россини оказался востребован всеми оперными театрами Италии. Его уважали за скорость, с которой он писал партитуры. Он мог сочинить оперу за месяц, за несколько недель и даже за 11 дней. В Италии он пользовался таким обожанием, какое в нынешний век выпадает только на долю поп-идолов подростковой аудитории. Все ходили на его оперы и заучивали его песни. На улице Россини неизменно окружала толпа, и самые пылкие поклонники норовили срезать прядь его волос на память. А потом он исчез, бросил все и вышел на пенсию. Ничего подобного в мире музыки прежде не случалось. Человек, которому за одни единственные гастроли платили 30 тысяч фунтов, вдруг ставит крест на своей карьере. Еще более немыслимым оказался тот человек, в которого Россини превратился. Затворник, почти не встававший с постели, парализованный депрессией, мучимый бессонницей и кишечными заболеваниями. Он растолстел и облысел. Почему в возрасте 37 лет, на пике карьеры и славы, композитор вдруг перестал писать музыку и уехал в Париж? На протяжении оставшихся почти 40 лет своей жизни он создал одно единственное крупное произведение – знаменитый «Стаббат Матор» – несколько церковных кантат и сборник пьес. До сих пор до конца непонятно, чем было вызвано такое решение. Может быть, это было связано с депрессией в связи со смертью матери или в связи с проблемами со здоровьем. Возможно, причиной депрессии были какие-то изменения в политической или музыкальной жизни. Но факт остается фактом. Россини отказывается от музыки и с не меньшим жаром отдается другому своему увлечению – кулинарии. Автора Вильгельма Теля и Отелла еще при жизни называли величайшим композитором своего времени, а всеобщее признание принесло ему неплохое материальное благосостояние. Россини отличался скоростью написания и удивительной плодовитостью. Только опер он написал 39. Еще в 1824 году, когда Россини было всего 32 года, Стендаль сетует, что он уже написал слишком много или, скорее, написал слишком быстро. Может быть, причина в том, что композитор попросту иссяк, но для Россини это не стало трагедией. Выдающийся человек просто сменил одно великое искусство на другое – музыку на кулинарию. Так в его репертуаре появилась музыка для обедов. Небольшие миниатюры под названием «Миндаль», «Четыре закуски». По его собственному признанию, излюбленное кулинарное сочетание композитора – это были фуа-гра и трюфели. Это сочетание вошло в мировую кулинарию как а-ля Россини. Также существует и паста а-ля Россини. Жуакина Россини, которого называли королем оперы и тарелки, однажды сказал, цитирую, «Желудок – это дирижер, который управляет огромным оркестром наших страстей. Пустой желудок для меня, как фагот, который рычит от недовольства, или флейта пиккола, которая выражает свое желание в визгливых тонах. Полный желудок – треугольник удовольствия или барабан радости». Спустя какое-то время композитор больше не пытался сочинять несерьезную музыку, о чем когда-то страстно мечтал, не прославившие его остроумные оперы. Россини ограничился короткими изящными вещами, составившими альбомы вокальных и инструментальных пьес и ансамблей. В одном из таких альбомов, получившем название «Четыре закуски и четыре сласти» – восемь частей. Редис, анчоусы, корнишоны, масло, сушеный инжир, миндаль, изюм и орехи. Композитору доставляло огромное удовольствие удивлять своих гостей музыкой и блюдами собственного приготовления. Самому наполнять бокалы редким вином и портвейном. Винный погреб Россини всегда был полом. Здесь хранились бутылки раритетной Мадеры, белые вина из Юханнесбурга, портвейн из запасов короля Португалии, фанатичного поклонника композитора. Роскошные приемы, наполненные музыкой и авторскими блюдами, принесли Россини особую известность в середине 50-х годов XIX столетия. Устраивал он их в доме, собирая по субботам до трех десятков избранных гостей. Министры, послы и аристократы мечтали попасть на музыкальные обеды Россини, где хлебосольный хозяин предлагал изысканные блюда собственного сочинения. Рецепты композитора остались и в истории кулинарии, как оперы в истории музыки. Изящный салат Фигара, многокомпонентные турнедо-тосты Россини, цыплята, телячьи котлетки, блюда из картофеля, соусы. Список рецептов получился таким внушительным, что композитор написал свою собственную кулинарную книгу. Россини и грех обжорства. Россини досталась такая слава, о которой Стравинский сказал. Настоящее бессмертие приходит, когда в твою честь называют блюдо. Болезни Джоакина Россини – это отдельная песня. Он страдал пиквикским синдромом, задыхался, засыпал просто на ходу. Обложенный диетами, он все же тайком поедал кулинарные шедевры, запивая их строго запрещенными винами. Заразившись еще в юности гонореей, он страдал заболеванием очень многие годы и стал полным импотентом. Он мучился жесточайшей мигренью, геморроем и целым букетом колопрактологических болезней, а также хроническим уретритом. Развившаяся гонорея привела к другому побочному эффекту – артриту, от которого композитор очень страдал. Он часто болел и простудными заболеваниями, излечение которых в те годы было крайне непростым делом даже для хороших медиков. Его вторая жена готовила ему отвары трав, клизмы, пиявок, ухаживала за одеждой, париками и зубными протезами. Они прожили вместе 22 года. Детей у Россини не было. Быстрая смена поколений молодых композиторов, появление новых великих имен, новых звезд на музыкальном небосклоне способствовало угасанию его общенародной славы и признаниям. Рассказывают, что он порой играл на рояле в наглухо запертой комнате с плотно зашторенными окнами, чтобы никто не видел его слез. Россини умер в середине ноября 1868 года. Сильно простудившийся композитор слег в постель, а через некоторое время у него обнаруживается раковая опухоль в кишечнике. Однажды он даже умолял врача выбросить его в окно и тем самым прекратить его мучения. Причина смерти – букет болезней и неудачная операция по лечению колоректального рака. Попрощаться с композитором пришли более 4000 человек. Тело захоронили на кладбище Пер-Ла-Шес. Сейчас его французский склеп пустует. В 1887 году останки перенесли в церковь Санта-Крочи во Флоренции. Там Россини соседствуют с Микеланджело, Галилео Галилеем и Николо Маккиавелли. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok